Всем привет, народ. Маликета мы в стриме завалили, это был эпический просто бой, вообще шикарный. Мы научились парировать его черный клинок богохульным когтем, который нам достался от мятежника Бернала. Это было вообще жесть просто, офигеть, как классно было. Смотрите, короче, там в конце этого стрима есть синематик того, что произошло с миром Элден Ринга. С Междуземьем, в общем. Смотрите, тут древо Элден вообще горит конкретно. Мы очнулись непонятно где. Короче, это Лейндалл стал пустыней. То есть мы сейчас, короче, видите, половина этих всех порталов наших пропала, которые были. Мы не можем телепортировать, где раньше были, короче. Но мы сейчас можем попробовать, кстати, телепортироваться сюда, в стол трачной благодати. Попробуем сейчас. Но сначала мы посмотрим воспоминания об Маликете в Чёрном Клинке. Сила этого существа может открыться с птицей пальцев. Используя воспоминание, он получит великое множество рун. А, если его использовать, да? Маликет был тенью одной из неземных. Он был нужен Марике лишь для того, чтобы спрятать предначертанную смерть. Но даже это не спасло Маликета от её предательства. От чего предательства? От предательства Марики? Получается, Маликет — это тени ещё одной из неземных. У нас у этих неземных уже куча набралась. Значит, Маления неземная, она почти богиня гнили. Потом воплощение богини гнили, короче. Если бы третий раз цветок расцвел, она бы стала полноценной богиней гнили. Но мы не дали этому случиться, мы завалили Малению. Потом неземная — это Ринала полнолунная, она тоже неземная. И вообще весь род кариев, походу, неземные. И также Ранний, она тоже неземная. Мы её воскресили сейчас, короче. Маликет, походу, тоже неземной был. Вообще, короче, неземные сплошные. Также мы знаем, что брат-близнец Малении, это Микела, он тоже был неземным. Но он не брат-близнец, он вроде просто брат Малении. Или она ему служит, я так и не понял. По-моему, они брать сестра Маления и Микела. И сейчас, смотрите, тут написано, что Маликет был тенью одной из неземных. Он был нужен Марике лишь для того, чтобы спрятать предначертанную смерть. Мы эту предначертанную смерть сейчас освободили, она сейчас по всему Междуземью летает. То есть мы вообще там сотворили страшное дело. Но Марика, она предала Маликета. Она его прокрыла зачем-то, непонятно зачем. Он теперь... Ну, непонятно, короче, для чего. Мы не знаем вообще, почему ранее, как бы... Почему приказу ранее вообще сделала эту тему, то что черные клинки убили всех там полубогов. Может, это Марика сама приказала Ренни ранее. Не знаю, короче, посмотрим сейчас. Вообще непонятно. Видите, тут написано. Но это даже не спасло Маликета от ее предательства. От предательства Марики. Выходит, Марика, она не такая уж и хорошая, как мы думали. Давайте повысим уровень. Нам нужно сейчас скачать... Давайте прокачаем веру. Нам нужно могущественное превращение в драконов. Мы не можем вьюзывать, потому что у нас не хватает веры. В общем, смотрите стрим. Там увидите, как будет с Маликетом битва вообще офигенская, просто невероятная. Там я столько часов его... Два часа, наверное, месил Маликета. И в конце второго часа мы там это... Наконец-то завалил его. Получилось его завалить. Причем вторая фаза, там уже быстро помер мой от крестов. И я уже там в одиночку валил Маликета. Жесть просто. Очень сложный босс. Я его приравниваю к Малении. Он такой же сложный, как Маление. Родан тоже. Короче, три сложных босса в этой игре. Маликет, Родан и Маление. Но еще этот Астель. Астель, если его как бы не знаешь, как завалить. Ну что, давайте меняем флягу. Меняем чудесный снадобие, то есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь давайте... Изменим наш... Наш костюмчик изменим. Ну ладно, оставим его, он нормально нам идет. Мы как бы среднее снаряжение. Я хотел поменять вот это, но мы не можем ничего поменять пока что. Потому что если мы поменяем, то-то, короче, начнется жесть. Богохульный коготь нам уже не нужен. Мы еще сейчас Слатену поставим. И Олега. Также чекнем... Родичек Ниле. Мы давно хотели попробовать. И фонарик. В темных местах, чтобы включать. Все, мы готовы. Давайте исследовать руины Лендала. Не знаю, что здесь случилось. Мы тут разбомбили все, короче. Конкретно разбомбили. Пронеслась черная смерть. Ну, предначертанная смерть. Пронеслась по всему Лендалу. Он в руины прятился, видите. А вот тот дракон, помните? Который был каменный. Вот он. То есть место знакомое, но оно полностью прислало пустыней. То есть настолько мы все тут зафигачили. Уничтожили. Там по звукам дракон, что ли? Там реально сверху дракон, как будто бы. Машет крыльями. Нам надо наверх сюда подниматься, да? Насколько я понимаю. Давайте сначала сгоняем в стол утраченной благодати. И посмотрим, что там происходит. О, он вообще весь горит уже. Конкретно горит. А она до сих пор здесь стоит, прикиньте. Она что, до последнего здесь будет стоять? Тут уже догорает, блин. Стол благодати. Кью тоже здесь по-прежнему тусит. Я должен быть блэк смит. Какинтересно, память уже теряет. Теперь, давайте посмотрим, что случилось. Можете мне сказать, что произошло? Почему ровно плачет? В ручках. Почему эта девушка ждет меня? Я забыл что-то важное важное. Забываешь ты все уже не фили вообще тут походу постоянно будет говорить об этом об этом прахе. Я вижу. Угу. 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 Тихо-тихо-тихо. Угу. Угу. Заживайтесь. Угу. Угу. так это марика значит во всем виноваты да ну конечно мы и завалим сейчас я так и думал что марика злодейка точнее об этом не думал конечно а его нельзя уговорить прикиньте все короче мы не можем его говорить оттойно ну пошли сейчас проведаем нашего тела так красиво горит прямо еще шикарно просто вид в огне давайте проверим наших служанок как они там поживают живы сидят по-прежнему можно покупать что-то ладно сейчас купим эти оружие чтоб все было куплено полностью сюда сгоняем здесь все так же ничего такого нету особенного мы так и не нашли этого поедать для отбросов призрак куда он делся непонятно ваще гиданов мир пропал прикиньте где он а где он сейчас он куда-то пропал прикиньте может сейчас у них или есть она мне скажет куда он делся сейчас пойдемте спросим не фили куда делся гиданов нет гидан всеведущий как он делся это ой сын и 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 Нет такого вопроса. Ради интереса спрыгнем вниз там с этого с балкона может там что-то изменилось что-то новое есть. Никого. 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 Пойдем к двум пальцам загоняем. Может Гидон здесь тусит? Старуха все крякнулась походу да? Но мы можем делать по-прежнему воспоминания забирать. Прикиньте она померла старуха. А Гидон вообще куда-то исчез. Все она умерла блин бедняга. Даже в смерти она помогает нам. Бедная бабка. Черный клинок маликета. Оуу. Предназначенная смерть. блин я черный клинок маликет все-таки возьму я оружие хочу шлем маликета перчатки маликета доспех маликета и по ножам маликета все мы теперь костюм маликета тоже купили все куплено у нас пойдемте проверим что происходит с нашими чуваками они наверно просто стоят также здесь то есть ничего не поменялось до встреча ну как в других локациях то есть горит не горит видно что горит или нет давайте проверим просто чисто теоретически небо поменял плите все горит как бы а еще и пепел летает смотрите везде пепел от горячего дерева по всей по всему воздуху как бы рассеян сейчас посмотрим что с этими губинами они там тусят или не тусят еще тусят прикиньте о закат и и смотрите да 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 давай тебе нужно поиски твоей обязательно то ли мы как древо святое горит ты еще чуть там искать собираются лорда все уже апокалипсис наступает то есть никаких реплик у них ничего не поменялось мы можем чисто гоури сгонять посмотреть что он скажет давайте пост может он что-нибудь скажет все-таки путная мудрец всегда подмечал всякие детали смотрите на них отражается свет горящего дерева прикиньте на мобах мужик спокойно все живет и поживает ночи и бус не дует мощи никто больше ничего нового нам не скажет да походу старуху чтицы пальцев давайте проверим они все крякнулись или нет чисто проверить силе в старухе птицы пальцев того или нет это жива она тоже сама говорит ничего у нее не поменялось никаких в леплик не поменялось короче у них все то же самое давайте в зверинопребязище просто навестим пусть мы завалили малики то который гурант как раз ты был чисто проверим может что-нибудь осталось после него еще нет ничего не осталось все давайте сгоняем суда в арену малики то проверим что там находится его прикиньте у нас теперь есть телепорт автоматически туда малики черный клинок него три волка и дождь до три волка и марика видимо передайте можно было туда телепортироваться на этот еще не был не была благодать использована просто сделали так удобно что можно сразу на зону босса телепортироваться здесь у нас пропасть куда падаешь и тебе кирдык то есть арена с боссом имеет можно с нее упасть да гурант был короче королем зверолюдей по ходу малики от черный клинок но при этом он был неземной в нем душа была неземного неземной то есть может перевод неправильно почему-то в женском роде написано было ладно все погуляли и хватит красивая руна смотрите офигенский значок символ этого города видимо или чё а если мы не концовки хаоса не шли то мы бы не попали никогда в этот город да получается то есть это чисто для этой концовки когда ты злодей ты можешь в этом городе погулять а по-другому ты не можешь туда попасть прикиньте давайте коренали сгоняем просмотрим может чем-то на новое скажет и черепахи сгоняем и все больше никому не будем теперь сгоняем к черепахе мире пасырю гляд и какой-то станет что он скажет мы же с помощью богохудного клинка который у рикардо был завалили маленькие то парировали его богохульным когтем то есть вот про дагона что это такое вот что это значит очень не понимаю какая статуя есть какая-то золотая статуя в столице еще раз ну-ка секрет ардагона заключен в той статуи значит какая-то статуя здесь в столице лендал она имеет что-то в себе прикиньте то есть ну ладно давайте дальше короче пойдем мы пропустили секрет ардагона блин пипец просто пропустили некоторые фишки давайте посмотрим черный клинок марикета он еще круче чем мой двуручник богоубийцы когда на руковой ночи осколок руны был украден маликет вложил клинок свою плоть чтобы на смерть больше никто и никогда не покусился то есть короче он него вот часть клинок прям себе в руку короче с помощью какого-то амулета запечатал прямо но мы видели это ты себя оттешишь надежды чувак вы уже не золотоглазые все золотому поколению приходит конец короче здесь еще нельзя на коня садиться смотрите видите нельзя насадиться на коня то есть можно только пешком и так путешествовать и все кто-то магом до суда дошел уважуха прям магом дошел надо уметь так драться чтобы с помощью чисто магом найти короче все умерли что леча ни одного врага не это финал игры видимо да получается это нам намекает что это финал вот отсюда мы начали в линдере короче что сети здесь было вообще много чего сейчас здесь пустыня воде сейв сейчас будет вот он по новой активируем сейв короче у нас здесь были уже сейв моего уже активировали ну честно выход из города что ли идем типа тут выход из города нам незачем туда идти мы вообще должны идти к центру к древу элден ну ладно 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 ради прикола сгоняем посмотрим может какой-нибудь лут есть тут ценный ничего нет вообще пусто это куда мы спускаемся по крайней столице за спустились мы сейчас заново все стою что ли открываем типа здесь у нас сейв есть здесь все в норме здесь все сейва остались за как были то есть все на месте кстати давайте черного стража навести мы же завалили этого предателя отбросов все он скажет нам сейчас мы вроде проверяли он вроде ничего не говорю но может он чем скажется все таки мы так и не поняли кто принц смерти маликет это был или кто потому что мы эту девчонку никак так и не встретили которая помощью рудной смерти завалила этого где охотника на мертвецов которая нас обнимала вечно монахиня помните вот она сидела же в кругом столе она потом оттуда ушла когда завалил один сейчас непонятно куда она делась где она вообще то есть мы не нашли ее концов нигде может быть есть какое-то продолжение квеста с ней может мы и находим там дружимся с ничего не такое чел как жизнь сумму крапки он ничего не говорит получается да ну ладно фиксим сейчас мутя краба купим а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы здесь не можем ходить, то есть, как обычно. Давайте по дракону поднимемся и проверим, что наверху просто, чисто теория. Продолжение следует... Там кто-то ходит, как будто бродит, поэтому нам надо посмотреть, сейчас проверить, что там такое. Что за звуки. Там как будто дракон какой-то. Продолжение следует... Прикиньте, мы не можем дальше прыгать, да? Давайте здесь попробуем пройти. У нас здесь сохранился путь сюда вот. Тут какой-то дракон по звукам парит, как будто бы, или что-то такое. О-о-о, родич черного клинка, прикиньте. Тут куча смертей, много кто умер. Сейчас мы его магией реально завалим. Но надо сначала сейв найти. Сейв тут, по-моему, впереди. Сейчас мы сейв активируем и сразу же вернемся обратно к родичу. А благодати-то и нету, прикиньте. Придется его так валить, без благодати. Благодать исчезла, короче. В том месте, где она была раньше. Давайте его луком покотим, а потом будем в миле, короче, валить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он затупил... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы его копье, походу, получим. Нет, ничего не получили, прикиньте. И всего 8000 дали очей за него, походу, он, типа, как слабый считается. 25 стрел и стрел и две промазали еще мимо. А там-то мы еще не бродили, давайте обратно вниз сейчас спрыгнем. Мы здесь еще не посмотрели ничего, что здесь изменилось. У меня просто интересно, что здесь поменялось. Давайте походим, посмотрим. Потом опять запрыгнем там наверх. Босс. Прикиньте, какой-то босс тут есть, и Трисман еще. А там тот родич и ресается, интересно, или нет, которого мы завалили. Прикиньте, если бы он, если он ресается, вот будет жесть. Вот этот сейв, который мы активировали. Давайте немножко вперед пройдем. Просто в теории, чтобы посмотреть, что там дальше. Потом в колодец сдропнемся и посмотрим, что там за босс. Прикиньте, даже из финала игры сделали гигантскую локацию, где можно бродить, там, тусить и так далее. Ай, че такое? Какая-то повозка. А, это типа башня обрушившаяся. Ай, че такое? Нет, это не предмет, это... Кто-то типа говорил, что здесь, как будто бы, проход секретный. Все занесло пеплом, это пепел, мне кажется. Это не песок, как мы думаем, это пепел от горящего дерева. Сто пудовая, ты пепел. Сто пудовая, ты пепел. Лол, прикиньте, кто-то туда тоже залез, как мы сейчас идем. Вон там колодец, в который мы сейчас попадем. Не ожидал я, что здесь так долго еще бродить. Я думал, сейчас уж финал, там, с древом ордом сражаешься, че-нибудь такое. Это вверх идти, да, получается? Ну ладно, мы пойдем вверх. Но сначала мы там посмотрим все. В колодце и там с правой стороны, где... Где бродил этот вроде черного клинка. Такая безрадостная музыка. Унылая. Ощущаешь себя каким-то злодеем великим. Из-за этой музыки статуя погрязна в чем-то, непонятном в чем. В пепле, как мы думаем. Ну все, нам осталось только... В колодец смотаться и слева проверить, что там, где родич от бродил. Но там босс, говорят, прикиньте. Так что давайте осторожно будем. Упс. Прикиньте, там какой-то боссера, как будто бы находится. Ух ты, мы нашли медальон. Прикиньте. Лол. А я еще думал, где этот медальон берется. А вот он, оказывается, где. Так мы просто нашли секретный медальон и все. То есть мы здесь были уже. Мы здесь все исследовали. Здесь ничего нового мы сейчас не увидим. Хотя кое-что поменяло, смотрите. Здесь все занесло этим пеплом. Откуда мы забирались сюда? Давайте проверим сейв. Не надо заново активировать. И все. Чисто это проверим. Продолжение следует... Да ладно, блин. Ну стоит, не надо заново активировать. Не надо. Я вижу уже. Сейчас мы телепортируем туда просто и все. Поднимение отчуждения. Вот лол. Взяли крек, нальшот какого-то чувака. Что-то очень мало урона ему наносится. Мы здесь уже все исследовали прям конкретно. Так что давайте. Давайте. Здесь ничего не поменялось. Хотя, смотрите, мы не видим этой... А хотя можно здесь гонять, да? Давайте в проскрипции яростного плана не ради интереса сгоняем. Просто посмотрим. Что там с тремя пальцами? Они радуются тому, что мы сотворили сейчас? Или нет? Да, их здесь нету уже. Все. Они... Отдали нам яростное пламя и все. Точнее, обожгли нас. Ой, опять в столице пепла Лендал. И теперь мы идем направо. Туда, где бродил родичи этот... Черного глинка. Там мы чисто талисман, получается, забрали. И причем этот талисман открывается только если... Если... Такую концовку, что ли, выберешь или что? Я не понимаю. Вроде череснулся, прикиньте. Он как обычный моб считается. Слышите шаги его? У него какое-то копье двуручное, поэтому я не хочу его вводить вблизи. Мы сейчас будем сто раз погибать на нем, блин. Он с необычным оружием не как обычно ходит. Он с необычным оружием не как обычно ходит. Продолжение следует... 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 сейчас здесь ничего не поменял за я смотрю спокойствие блин а типа можно спрятаться от этого чего да о легендарный предмет смотрите шикос а теперь мы можем улучшить этот щит который у нас есть сейчас он как раз на плюс 9 сейчас его улучшим а то есть можно отсюда был ролича валить до этого подъем там где это сюда можно дальше идти да это мы дальше древу эрту идти будем локация не узнаваемо изменилась вход замурован да в который был в этот круглый стол нельзя попасть нельзя да нельзя здесь тоже закрыт входы зато драконий кузнечный камень появился и здесь вход закрыт который был открыт но все получается у нас путь либо туда либо туда да давайте еще обратно с его поднимемся там где вход был наверх центральной стороны а потом пойдем по пути который вот по дракону идет потому что он к древу как раз идет а вот то что мы сейчас идем это не к древу ведет это какой-то боковой путь по моему лут нашли прикиньте не зря шли у меня наушники сейчас садятся поэтому без звука скоро будем так ну что все наушники сели разряжать наушники зарядить беспроводные уши поставим на зарядку и будем дальше играть все поставим на зарядку продолжаем играть только в этот раз мы звука ну как комментировать будем по минимуму потому что не хочется чтобы посторонние шумы были во время игры у нас осталось пять минут до конца видео давайте быстренько дойдем до суда и посмотрим что там наверху куда нам сказали идти надо здесь сбоку тупик мы смотрели уже вроде смотрели они осмотреть там лестница есть прикиньте но там тупик там же этот а теперь можно пройти смотрите там был же этот типа как обрыв теперь здесь дерево рухнуло и можно пройти прикиньте охренеть ну вот туда сходим да но сначала наверх сходим посмотрим что здесь по крыше можно погулять насколько я понимаю ну как крыши этом это можно сказать не крыши но может здесь какой-нибудь лут есть кто знает о лут реальный прикиньте руны героя а сюда мы никак уже не запрыгнем да нет сюда бы никак хотя можно попытаться вот отсюда ну 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 невозможно здесь ничего нету да насколько мы видим ну голяк не видно никакого лута но да ну 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 такую красивую локацию испортили но зато это как бы показывает что разработчики могут трансформировать локации то есть это было локация одна стала другая то есть но внешний вид локации поменялся давайте посмотрим что здесь так это у нас путь это тоже путь они одинаковые пути эти мы сейчас идем к сейву который к дереву близко очень очень близкий дереву сейф это возможно босс опять будет предательство является введениях сейчас кто-то там будет ведь а ребятки какой-то басяра клинмарики неспроста клинмарики это не клинмарики это омут призыва прикиньте там басяра иди требуется спрыгнуть но ты приколист приколист здесь босс раз кома призыва значит сейчас будут о прикиньте это же мы сейчас будем драться ох как не хочется с ней драться давайте посмотрим через этот через трубу подзорную это милина она же обещала с нами драться остановить нас стопудово это милина в костюме просто доспехах уверен я стопудово уверен что это милина так тут босс надо значит значит нам не надо к ней идти нам надо все-таки прогуляться там где мы ну вы поняли где родич черного клинка бродил давайте вниз короче мы мы сейчас придем еще к милине просто не хочет ее сейчас завалить сначала исследуем посмотрим где золотая маска там что там с ним случилось ну и так далее отсюда если прыгнуть мы упадем и кряхнемся и так ребята